И тоже начинает эту комиссию уже, она начинает справа и влево, не допускает тех, кто в курсе. Которые мы в состоянии платить на одно рабочее место в фонде занятых. Которые они держат. Это все лежит на наших плечах. Депутаты горсовета не спросил ни у нас, ни каждую копейку. По тарифам. На том митинге мы отдали резолюцию. Свою резолюцию мы просим оставить сумму, я имею ввиду оценки земли, оставить на уровне 2015 года. Потому что люди не в состоянии сейчас платить именно поднятие этих сумм. Мы знаем, что два законопроекта лежат в Верховной Раде. Ну, вы же понимаете, у нас же Верховная Рада там бьются за кресло, что у них они не могут коалицию собрать. И мы будем ждать, я не знаю, неизвестно когда, когда они проголосуют за этот закон. И мы обратились к нашим депутатам горсовета, потому что некоторые города уже пошли на уступки, я имею ввиду власть города, пошли на уступки и снижают там цену. Мы объясняли депутатам, объясняли это, что город вообще может не получить ничего. У нас стихийка разрастается, вы видите по городу, что творится. Люди выходят просто на улицу, потому что не в состоянии платить вот эти все налоги. Получил я оценку земли новую, оценили землю три сотки под миллион, 940 тысяч. Это выходит одна сотка, 313 тысяч гривен стоит. И выходит налог на землю теперь в месяц, должен платить 2350 гривен. То есть это две мои пенсии. Магазин на поселке находится, значит, одна асфальтированная из 12 улиц, которые на поселке. Одна улица только асфальтированная, то не полностью. Из 12 улиц только две улицы освещаются, тоже не полностью. Коммуникация старая, электронерия плохая. И вот такие вот цены. Так оценили землю. Получается золотая земля. То есть я бы хотел, чтобы у меня за эти деньги купили мой магазин. Я с удовольствием, я буду жить как нормальный пенсионер. Так дальше невозможно. Но потребовать, чтобы сделали нормальную индексацию, как в других городах уменьшили.